Здравствуйте, друзья! Вы видите вот ту самую заветную страничку, на которой проверяют люди, насколько у них получилось или не получилось выиграть в лотерею Green Card. И вот тут кнопочка такая, заветная кнопочка. На заветной кнопочке тут над ней написано, что это 19-го года, то есть вот та, которая прямо сейчас. Это бюджет, финансовый год 19-й. И вот прошлый, который уже целый год можно было проверить. Заходим. И тут пока что мы говорим, continue. Заходи. Заходим. И вы видите, вот он здесь говорит 2018, подсказочка тут идет, вот в этом поле, confirmation number. Это за прошлый год. Скоро появится за этот. Вот еще несколько часов и появится уже там, где будет начинаться на 2019. Почему я хотел вас обратить внимание вот на это самое поле? Потому что, помнится, в прошлом году раз 10 или там больше, мне приходилось самому вводить какие-то чужие номера. То есть люди получали сообщения, типа, не знаю я, что вы там имеете в виду. Ну, такого типа. Я могу, конечно, тут побезобразничать и что-нибудь такое понаписать, чтобы вы увидели это сообщение. Но речь идет вот о чем. Иногда у вас номер есть, все есть, а вы пишете, а он говорит, моя твоя не понимает. Значит, происходит это из-за того, что есть похожие значки. Например, допустим, может быть цифра К1, например, может быть похожа на буквку Л, вот, скажем, прописную. А если заглавную, что будет? Ну, заглавную легче отличить. Потом, например, может быть буковка О, заглавная, может быть похожа, например, на нолик. Видите, нолик он более узенький, но когда вы вручную вписываете или там вот, ну, как бы вручную переносите, у вас там может быть на какой-то бумажке или где-то, вот, возникают ошибки. Я это часто встречал, и люди бьются и говорят, я не могу проверить, он мне говорит, что не знает номер. Так что не переживайте, это все решаемо. И если у вас номер есть, то, как бы, некоторой последовательностью правильных действий вы непременно добьетесь, что вам ответят, там, выиграли вы или проиграли. Что еще сказать? Я сейчас подвешу этот сюжет, и я, как бы, искренне желаю всем, кто смотрит и всем, кто участвует, и особенно тем, кто наш канал смотрит, чтобы у них все получилось с выигрышем. Но мы знаем, что есть, как бы, объективная реальность, независящая от наших, там, желаний. Ну вот, я сейчас повешу этот сюжет, и предлагаю всем, кто, значит, проверит свою заявочку, здесь и написать. Независимо от того, выиграл или проиграл, вот, в приличных выражениях написать, что у него получилось. Вот, и, вот, собственно, и весь мой сюжет. Здравствуйте, друзья. Мы с вами смотрим на заветную страничку, которая через буквально несколько часов станет доступной для проверки результатов лотереи Green Card, которая называется DV2019. Хотя проверять мы результаты будем, начиная с 15 мая 2018 года. Вот так называется. И время это будет, соответственно, полдень 15 мая по восточному побережью США, у нас в Калифорнии будет 9 утра, а у вас, соответственно, скажем так, по московскому времени будет 7 вечера, завтра, во вторник. И вот тут есть заветная кнопочка, вот тут синенькая, да, написано, там, проверить результаты. Пошли туда. И сейчас, когда мы говорим, ну, вот, давай проверяем, там открывается только за лотерею прошлогоднюю. Вот нынешняя, которая должна открыться там с результатами через буквально несколько часов, тут ее пока нет. Видите, написано 2018. 2018. Почему я обращаю ваше внимание на это поле? Потому что я в прошлом году неоднократно там соучаствовал в том, чтобы помогать людям пробиваться через это поле, потому что система, говорит, не понимает, что ты там такое написал. И тут большая система всяких сообщений. Вот если я уйду в сторону, видите, там неправильный номер, вот туда, вот примерно так должно выглядеть. Ну, давайте, скажем, 2018, чтобы не нарушать. А дальше, например, я напишу цифру 0, а рядом напишу заглавную букву О. И часто люди путают. Я напишу, например, единичку цифру, да, или напишу прописную букву L. Тоже зачастую люди путают, когда вбивают. В общем, имейте в виду, что если вы через вот эти не такие уже жуткие джунгли проберетесь, то, в общем-то, все у вас получится. Не нервничайте, всегда есть люди рядом, которые могут аккуратненько, так, без эмоций на это дело посмотреть, и все получится. Да, еще знаете что? Насчет имени. Насчет имени. Last name, first name. Значит, здесь тоже бывает, что с порядком. Вот сейчас я на эту форму смотрю. Напишите так же, как было на форме, ну, может быть, вы не помните. Но, во всяком случае, тут иногда люди пишут сразу оба, и first name, и last name, и иногда в одном порядке, в другом порядке. То есть, это тоже может сказаться там, где к этому придет, давайте глянем. В общем, не суть. Джунгли есть. Я предупреждаю, что джунгли есть, а уж там как пробираться. Значит, просто имейте в виду, что они есть, и иногда нужно пробраться. Кроме того, мы с вами знаем, что независимо от наших стремлений и добрых намерений других людей, вот я, например, как бы всем хочу, желаю, чтобы у них получилось, но мы знаем, что статистически как бы не у всех получается, мягко говоря. Поэтому я создаю тему, вот вешаю этот сюжет и приглашаю всех написать туда, что у них получилось, у кого получилось выиграть, пусть напишет, все поздравят, у кого не получилось. Ну, в рамках, так сказать, приличного тоже пусть поделится, а мы как бы поддержим морально. Все, ребята, счастливо и до скорых встреч!